Апрельская встреча руководства Окского заповедника с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым во время его рабочей поездки в Рязань стала первым шагом на пути к выходу из сложившейся ситуации. Неудовлетворительное состояние дороги Спасск-Рязанский и Брыкенбор обсуждается уже несколько лет. Проблема для заповедника важная, ведь из года в год у неуклона снижается количество экскурсионных групп. Перевозчики просто отказываются везти туристов по разбитой дороге. До минувшей весны этот вопрос не двигался дальше обсуждений. В этом году число экскурсионных групп снизилось просто в разы. И вот эти турагентства, которые нам привозят экскурсионные группы, они сказали, что они отказывают каждой второй группе. А это и дети, это и взрослые, которые хотят посетить заповедник. Почему? Потому что они не находят перевозчика. Я еще раз хочу сказать, что мы, конечно, очень благодарны, что, во-первых, Сергей Михайлович и вот таким образом продвинуло наше обращение, благодарны Олегу Ивановичу, что дальше развитие пошло. После обращения к Сергею Миронову в заповедник пришло письмо от правительства региона с планом ремонта дороги «Рязань-Спасск-Лакош» на 2015-2016 годы. Согласно плану, в 2015 году отремонтируют 2,5 километра дороги от Спаска до села Лакош, а в 2016 году предстоит ремонт 9,8 километра и реконструкция 21 километра дороги. Кроме того, Минтранс региона запланировал отремонтировать ряд внеплановых участков. Карточный ремонт начался уже в мае. Развитие данной территории должно быть серьезной задачей. И к нам в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» поступили обращения по ряду проблем. Сергей Михайлович Миронов знает о них, уделяет особое внимание. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем и стараемся решать эти вопросы, и особенно в части контроля. Если брать дорожное строительство. В Рязани недавно мы объявили о запуске проекта по контролю дорожного ремонта под названием «Бездорожье Рязани». В рамках этого проекта предполагается формирование онлайн-карты интерактивной в сети интернет. Проект уже запущен сейчас в тестовую эксплуатацию. Идет его информационное наполнение. На домен нашей дороги.рф. В рамках этого проекта, с его помощью, мы и планируем, как собирать информацию по проблематике дорожного ремонта состояния дорог города Рязани, Рязанской области, безусловно, именно проблематики Спасского района, дороги Спаск-Брекенбор. С помощью этого мы и будем контролировать, безусловно. То есть наш Центр защиты прав граждан ориентирован как раз именно на общественную экспертизу и общественный народный контроль в решении данных вопросов. Решается и проблема газификации поселка Брекенбор. Деньги уже выделены, и сейчас вопрос только в экологической экспертизе местности. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы провести газификацию, необходимо проектно-спертная документация. Администрация заповедника сказала, что есть у них эта документация, но ее все равно нужно провести экспертизу. И после этого, я думаю, что на следующий год решение должно быть принято. Коллектив заповедника также подал ходатайство Сергею Миронову, чтобы тот выступил с законодательной инициативой в Госдуме РФ о внесении сотрудников заповедника в перечень лиц, имеющих право получать жилищные сертификаты. Дело в том, что сотрудники оказались лишены права приватизации, ведь земля заповедника федеральная. В зарплате сотрудников еще один злободневный вопрос. Марина Дидорчук озвучила цифру 7300 рублей. В этом году Окский заповедник отмечает свое 80-летие. По случаю юбилея в сентябре запланирована представительная научная конференция. И коллектив заповедника выразил надежду, что к тому моменту хотя бы часть проблем будет решена.